Приветствую вас. По общему впечатлению от вашего вопроса, мне показалось, что основная проблема в том, заключается, что вы на расстоянии, и что вы оба, в общем-то, хотите быть вместе, но из-за того, что вы долго на расстоянии, вы начинаете, как бы, перегораться. Такое бывает, это, в общем-то, довольно частое явление, что люди вместе, они общаются, взаимодействуют. И, когда уже какое-то время проходит, когда уже подходит момент для того, чтобы быть вместе, люди начинают бояться, вдруг человек, которого я, например, допустим, любил, или человек, который был для меня дорог, вдруг этот человек окажется совсем, ну, не тем, кем я представлял его, и в итоге я разочаруюсь. И я ведь этим жил, очень долго жил, да, вот, и, соответственно, возникает такое вот подскудное желание этого человека, так, ну, чтобы все осталось, ну, вот, так, как было. То есть, чтобы все осталось так, чтобы не были вы вместе, в общем-то. Вот. То есть, ситуация здесь, она довольно такая, может быть, нестандартная, я бы не сказал, что она прямо стандартная, но не необычная. Вот. То есть, для людей, у которых отношения на расстоянии, подобные проблемы, к сожалению, нередко, нередко. И, в общем-то, вы еще даже молодцы, что, ну, вы довольно долгое время не ссорились. Могло бы быть все по-другому, и могли бы вы ссориться изначально. Хотя, вы говорите, что какие-то моменты были у вас неловкие. Это первое. Второе, значит. Второе, это то, что касается ссор. Значит, здесь, во-первых, нужно сказать обязательно такую вещь, что если вы ссоритесь, то в этом всегда ответственность несут поровну оба человека. И вы, и он. То есть, да, он не прав, что обвиняют только вас. Он не прав, безусловно. Виноваты не только вы. Вот его ответственность тоже есть. Но, важно понимать, что ваша ответственность тоже имеется. Вы отвечали. Вы отвечали мужчине на его какие-то слова. И если вы отвечали, то, значит, это ваша ответственность тоже. И, соответственно, именно вам для начала, если вы хотите отношения сохранить, нужно подумать, почему я реагировал так-то. Почему я именно отвечал ему так? Что заставило меня так отвечать мужчине? Значит, это вот такие важные моменты, да, если мы говорим именно вот конкретно о том, кто здесь не прав, кто в этой ситуации вообще не прав, кто в этой ситуации виноват. Да, вот классическая схема. Кто виноват и что делать. Вот. Значит, и исходя из этого, исходя из этого, можно, в принципе, сделать вывод, на мой взгляд, на мой взгляд, неслойный вывод о том, что вы оба были не правы. И если мы берем это за аксиому, то вы оба были не правы, то вам нужно начать с первой, с того, чтобы определить свою ответственность в этом. То есть, что это значит? Я сказал, да, что это значит, я сказал. Вот это что-то вам нужно. И если, в принципе, в принципе, первый вам писать ненужно, безусловно, ему теперь, после того, как вот произошло все то, что произошло. Вот. Вот. То в случае, если он напишет там вам, вот, то вот в этом случае, конечно, нужно сказать ему, что вы не правы были, там, ну, в этих вот ситуациях. Неправы были. Что отвечали ему как-то неправильно, да, и что, в общем-то, вы понимаете, что не надо было так делать. Кроме того, вы говорите о том, что он начинал разговоры неприятных. И опять же, я согласен с вас. Я согласен с тем, что он начинал разговоры. Я согласен с тем, что это делал он. Но вы же отвечали. Вас никто не задавал отвечать. Вы отвечали. И тем самым провоцировали. Я не говорю, что вы начинали. Но вы ее и не завершали. И именно в этом и заключается проблема, что вы по какой-то причине позволяли тянуть себя в конфликт. И вопрос основной. Он только один, на самом деле, этот вопрос. Почему? Вопрос только один. Почему вы позволяли тянуть себя в этот конфликт? Что-то вас заставлял. Что-то вас заставлял. Почему-то вы это делаете. Вот это вот и есть та самая ваша ответственность. В этом и есть та самая ваша проблема. А у мужчины у него другая проблема. Только он ее не решает. В общем-то, ну, что и понятно, что он ее не решает. А вы хотите что-то решить. Но отношения всегда стоит строить не двое. Поэтому если с него с вами никакого желания не будет выстраивать с вами отношения, то и у вас ничего не получится. Сейчас мужчина не пишет. Значит, ему нужно какое-то время для того, чтобы пересмотреть свое восприятие себя. Ему нужно какое-то время для того, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям, точнее. И, соответственно, дайте ему это время. Вообще говоря, у вас не особо есть выбор. Если вы будете на него давить, если вы будете давить на него, на человека, то вряд ли это вам пойдет на пользу. Вряд ли вы выстрелите отношения с ним адекватные. Поэтому этого делать не стоит. Давить на человека не стоит сейчас. В путь пройдет время, пусть он подумает, что вообще произошло, почему произошло, чего он хочет и так далее. А вы подумайте сами. Чего вы хотите? Что вам нужно? Ну и и так далее. Тоже. И после. После. Вы можете ему написать. Но не как его девушка, например. Не как его подруга. А именно просто как знакомый. Вы же его знакомая. Вы же можете быть с его знакомыми. Правильно? Вот вы и напишите ему как знакомая. Спросите у него просто, как дела, как он живет. И поговорите с ним. Пообщайтесь. И исходя из этого вам станет понятно. Возможно ли между вами сто пейши? Есть ли у вас в будущем? Или нет? Я думаю так. Так можно вам поступить. Я даже больше скажу. Так не гудно вам поступить. Потому что действительно унижаться все время и писать ему это недостойное поведение для женщин. Поэтому так делать не стоит. Конец. Но. Но. Однозначно стоит дать человеку шанс для того, чтобы он смог восстановить ваши отношения. Разорвать отношения легко. Разорвать отношения легко. Построить сложно. Поэтому. Поэтому. Я думаю. Думаю. Что. Вы всегда успеете все разрушить. Дать шанс и себе, и им. И если, как вы говорите, вам все равно будет рядом, то можно до встречи с ним. До встречи с ним. Можно, ага, ага. Всевышечно спокойно ничего не предпринимать. Ну а зачем? Подходит без вас, соскучится А если будете рядом Тогда все решите Нет ничего хуже, чем выяснять отношения по переписке Это как если бы выяснял отношения со собой Примерно так Поэтому не придавайте этому чрезмерное значение И не бер обидеть принимать решение Но и себя не унижать Не надо себя унижать На этом все, надеюсь, что помог вам Если у вас остались вопросы, пишите в личку Буду расскажите, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи Субтитры сделал DimaTorzok